Мы проиграли в принципе по делу, так если разобрать по игре, то середину поля мы проиграли. Впереди у нас особо ничего не получалось, в основном были стандарты и были пару моментов. Момент можно было выжать в первом тайме, больше в концовке свалились на навал и я думаю, что проиграли, хотя может быть не с таким счетом крупным, но я думаю так по делу проиграли. Спартак заливался в похожих ситуациях, с фланга, прострелы. У нас так получилось, что два гола забили с нашего правого фланга, на этой позиции играл игрок Мусовов и его нет карточкам. Опять-таки вспомню середину поля, это нету Джамала Динова, много травмированных и получилось, что в игре у нас сегодня в резерве сидели три человека. И игроки, которые никогда не выходили, ну, если выходили очень редко. И на тренировочных занятиях у нас так получается, что в двенадцатом у нас трое получили травмы, желтая карточка и весь состав. Ну, вот это напоминает разговор, разговоры прошлого сезона, когда не всегда хватало игроков по позициям. Ну, так получалось, что до этого, предыдущие игры, мы играли почти все игры с одним и тем же составом. И в обоих играх участвовали где-то целые 10-10 человек. Мы меняли одно-две позиции, больше нет. И с состава, когда уходят два основных игрока, в этой ситуации оказалось, что ощутимая потеря. Плюс то, что даже те футболисты, которые выходили до этого в резерве, вышли вас на состав и неким поменять, неким освежить. Ну, опять-таки, это такие моменты, они случаются. И говорить, что причина в этом, я думаю, есть какая-то доля. Ну, не основная причина. Основная причина, может быть, даже где-то я и ребятам сказал, что психологически больше, да. И когда одно дело добиться чего-то, сложно добиться чего-то, но сыграть там большой отрезок матча удачно. Но еще сложнее это устоять на этом и доказывать это в каждой игре. Спады случаются, и от кого-нибудь он не застрахован. Я думаю, сейчас проанализируем игру и будем готовиться к следующей игре. Страшного ничего не происходит, и я еще раз повторюсь, хотя до этого говорил, что основная задача у нас все-таки, при даже нашем удачном расположении в турнире «Таблицы» это основная задача воспитывать нашу, улучшать качество игры и молодых футболистов. И все же сыграть со «Спартаком» в назначенное время, то есть месяц назад, наверное. Ну, может быть, да, в то время были в хорошем состоянии. Ну, опять-таки, упереться и отказать в переносе игры, тем более это молодежный состав, как бы, сетую на то, что мы хотим играть тогда, когда положено, и не пойти на встречу, я думаю, в этой ситуации будет неправильно. Если была бы мы, если была бы это основная команда, то есть какой-то определенный момент. А в этой ситуации друг к другу мы иногда идем на встречу, это нормальная вещь. Мы не должны упираться даже в этих моментах, чтобы отказывать в просьбе. Тем более просьба так получилась, что мы отказали один раз, но «Спартак» нас очень так просил и благодарил о том, что пошли на встречу. Сказать, что мы что-то там такое большое потеряли, я не скажу, проиграли, но ничего такого нет. Опять-таки, повторюсь, задачи у нас другие, хотя хочется всегда выигрывать, хочется, чтобы команда была выше турнирной таблицы. Ну, футбол такая вещь, что всегда-всегда хорошо не бывает. И бывают спады тоже. Надеемся, победа придет в следующий матч. Ну, и мы тоже надеемся, и я думаю, сейчас после этой игры будет очень много пищи для разглушления, и некоторые ребята как бы уже успокоились, идет положительный результат. И я же опять повторюсь, что большая вероятность того, что мы сегодня проиграли, это больше психология. Кто-то успокоился, кто-то считал, что мы уже добились многого, и опять-таки надо доказывать. Доказывать, спорт такая вещь, что все, что было вчера, не считается. Спасибо, всего хорошего. Вы с нами.